Здравствуйте, Елена! Почему вы не берёте на проект реконструкция всех желающих? Случаев много, почему не беру, когда не беру, или даже если беру, прошу покинуть проект через 2-3-5-7 дней. У нас рекорд был. Девушка была на проекте, она из европейской страны, не буду говорить откуда, была на проекте в сутки, что ли. Не вспомню сейчас. Недавно тоже была дама, 5 дней пробыла. Мы её попросили покинуть проект. Ну, это редко, но бывает, как говорится. Я ошибаюсь, потому что люди так просят, так рассказывают, что всё будет хорошо, и они хотят идти дальше по пути. Я говорю, ну вот дальше по пути, вот проект, например, реконструкция, вот с такими-то условиями. Да-да-да, когда приходим, начинается, нет-нет-нет, у меня своё мнение, как это должно быть. С вашим личным собственным мнением вам лучше самой заняться своей реконструкцией и самим заняться своей реконструкцией, потому что на ваших условиях я не могу обеспечить тех результатов, которые вы от меня просите. Я могу обеспечить только на своих условиях. Это как в анекдоте. Приходит мужчина к диетологу, диетолог говорит ему, ой, дорогой, спасибо, что вы ко мне зашли. С этого дня вам можно всё. Ну, вам можно есть всё, что вы хотите, всё, что угодно. Человек обрадовался, доктор берёт бумагу, пишет список и говорит, вот список того, что вы хотите. Поэтому, когда вы приходите ко мне на проект реконструкции, я вот тоже вам даю такой список и говорю, вот всё, что вы хотите с сегодняшнего дня, чтобы получить то, что вы вот мне заявили, так скажем, в вашей заявке. Особо хочу обратить внимание людей в возрасте, которые присылают заявки для участия в проекте реконструкция. К ним я пристальное внимание уделяю им, когда тестирую их, прежде чем принять на проект реконструкции. Объясню, почему. Дорогие мои, вы поймите, если вам там уже 50, 60, 70, и вы до этого момента мало что делали, чтобы жить хорошей, яркой, наполненной жизнью, то ваш ресурс, он как бы подошёл к концу, он заканчивается. Вы поэтому, многие из вас поэтому ко мне и приходят. Они чувствуют, что стало мало сил для того, чтобы жить той жизнью, которой они привыкли жить. И приходят, потому что хотят, чтобы они продолжали жить той самой жизнью, и им за это ничего не было. Так не бывает. То есть у вас и так-то ресурса мало, и временного, и энергетического, и денежного. Ну, потому что не так много пенсионеров, например, на пенсии, у которых там пенсия, я так фантазирую, 100 тысяч рублей. Я таких людей вот по пальцам одной руки могу пересчитать среди своих знакомых. И они могут себе позволить покупать услуги, которые они не хотят или не могут делать сами, и которые могу оказать я. То есть у вас и так-то ресурсов мало. Но, как вы знаете, отсутствие, например, денежных средств или отсутствие социального статуса – это не показатель, по которому я выбираю людей, для того, чтобы они участвовали в проекте реконструкции. Показатель другой. Какие бы у вас деньги были или не были, сколько бы вам лет было или не было, я смотрю на отношение человека к ситуации. Если, например, я говорю, вот с этого дня вместо мяса пришлите мне список из 50 заменителей мяса, которыми вы там, например, заменили бы его и не заметили бы, что вы, например, съели что-то другое, а не мясо. Чтобы у вас было столько же энергии, хорошее настроение, чтобы вам было вкусно. Человек – ой-ой-ой, отбирают мясо. Вот, там. Что же я теперь буду делать? Всё, вы у нас дня на проекте не продержитесь. У меня нет цели отобрать у вас мясо. У меня есть цель – научить вас жить разнообразными способами. Чтобы вы могли есть мясо, и вы не могли есть мясо. Чтобы вы при отсутствии мяса не бросались, как дикарь, на других людей с дикими воплями. «Я хочу мясо, и сейчас для этого буду убивать там собаку, соседа, там ещё кого-нибудь». Чтобы вы не зависели от мяса до такой степени, что вы готовы будете разрушать окружающий мир, когда у вас это мясо заберут. Моя задача – научить вас выживать комфортно, радостно и счастливо в любых условиях. Это единственная причина, по которой я даю задание. Если вы хотите есть мясо, вы можете есть его хоть до конца своих дней. Но пока вы находитесь на проекте реконструкция, вы будете выполнять разнообразные задания для того, чтобы стать разносторонне развитым человеком. Потому что без меня вы найдите там это мясо, как ели, так и ешьте. Как болели, так и болеете. Но если вы хотите быть здоровым, вам надо делать то, что я вам рекомендую. И когда человек да, говорит, хорошо ли, на 50, сколько 50, да не вопрос. И вот присылает мне на следующий день там список. Так, чечевица по-креольски, фасоль по-испански, баклажан по-гречески. И вот я вижу эти блюда, которые она собирается готовить. И она говорит, вот, пожалуйста, вообще не вопрос. И там через месяц мы снова садимся, беседуем на эту тему, потому что в течение месяца мы будем беседовать еще на многие другие темы. И она говорит, вот, пожалуйста, даже не заметила, что мяса нет. Я говорю, молодец, ты теперь можешь и с мясом, и без мяса. Верно? Она говорит, конечно, верно. Меня не трясет уже, говорит, от того, что у меня там это мясо забрали. Я говорю, хорошо, урок закончен, начинаем следующее. Можешь есть свое мясо. Как правило, человек говорит, да не хочу я, я уже пожила. У меня там сил больше и настроение веселее. И проблем меньше и с психикой, и с усталостью. Зачем я буду это мясо есть? Я говорю, ну ты же кричала мне, что хочешь есть это мясо. Вот теперь будешь есть мясо. Говорит, не, не, не буду. Ну как-то нам удается договориться все-таки. Я к тому, что мне до вашего мяса дела нет. А вот до того, что вы узко малообразованный и узконаправленно развитый человек, мне дело есть. И с этим буду бороться, так скажем. Не хотите бороться вместе со мной, уходите. Так вот, два типа любви. Я привела хороший пример. Дается задание любое. И мне все равно, как это влияет, какое настроение оно у вас вызывает. Я специально выбираю трудные для вас вещи. И я знаю, какое настроение оно у вас вызывает. Плохое. Агрессию. Несогласие. Желание бороться. Отвергать. Желание указать мне на мои какие-то недостатки. Или на то, что я что-то неправильно делаю. Мне вот это все, ребят, вообще не надо мне это рассказывать. Я точно знаю, что я делаю. Я знаю, что по истечении, например, полугода выполнения моих рекомендаций вы увидите первые признаки выполнения вот того заветного списка желаний, которые вы всеми присылаете, когда приходите на реконструкцию. А если я слышу, ай-яй-яй, ой-ой-ой, ой, у меня болит попа, я не могу сесть перед компьютером, найти 20 рецептов, болит попа, иди в книжный магазин. Ой-ой-ой, болят ноги, я не могу дойти до книжного магазина, чтобы посмотреть вегетарианские рецепты и научиться быть не агрессивной. Я подчеркиваю, научиться не есть мясо. Я не отучаю людей есть мясо. Вы можете есть все, что вы хотите, мне до этого дела нет. У меня очень насыщенный, загруженный день. И заниматься вашим мясом – это лично ваша обязанность. Мясом или не мясом, а не моя. Так вот, ты не понимаешь, что у тебя ноги именно потому и болят, что ты уже там, не знаю, 200 лет из своей квартиры не выходила, свои 70 лет, и до книжного магазина даже найти не может. Глаза у неё, что там у неё, ноги там у неё болят, или глаза у неё там не видят перед компьютером сидеть. Но выйти, обойти райончик, посплетничать со всеми соседками, 20-30 километров в день пешочком навернуть, чтобы всех соседок посетить в микрорайоне – это пожалуйста. Поэтому, ребят, два типа реакции. Говорю – делайте. Если хотите, можем обсудить, как вы будете делать, какая помощь нужна. То есть, если я что-то рекомендую на реконструкцию, нужно спрашивать, Лена, как быстро это нужно сделать? Тогда мы с вами очень быстро пойдём по пути. И вот, как правило, люди в возрасте, я заметила, наиболее капризные, наиболее… Ну, какие-то, знаете, вот как будто им нужно угождать или как будто кто-то им тут должен прислуживать у нас на проекте. То есть, приходит человек, какие-то проблемы. Я смотрю и говорю – вот это делай, завтра вот это, послезавтра вот это. Если человек берёт и делает, он через год, полгода, год говорит – ого, ничего себе! Как это я не догадался, это раньше не сделать? Так вот так ты не догадался не сделать. Поэтому ты ко мне и пришёл, потому что я точно знаю, что нужно делать, чтобы добиться твоих целей. И я гарантирую то, что ты их добьёшь. Тебя отвечают за те рекомендации, которые я даю. И ты находишься под моим присмотром. Если у тебя там немножко поболит глаз или нога, то я знаю, почему они у тебя болят и как долго они у тебя будут болеть. Твоя задача – просто идти до магазина, взять вегетарианские рецепты, купить себе книгу и готовить их дома. А я делаю свою работу на тонком плане, для того, чтобы подчинить твои системы, которая довела до такого свинского состояния, что теперь у тебя уже эта демоническая сущность под названием лень или капризуля, или претензии какие-то, они уже там лезут из всех члей, и уже просто с человеком разговаривать невозможно. У нас была такая женщина, так скажем, в годах, на реконструкции. Хороший человек, но вот это вот, вот я просто настолько от этого устала, что вот, дорогие мои люди, кто уже в возрасте, если вы приходите на проект, пожалуйста, радостно, все, чтобы вам не сказали, да, 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 да. Да, Лена, когда это нужно сделать? Как быстро? Сколько? 50? А давай я 100 рецептов найду. Это только рецепты, я еще не приступала к остальным заданиям. Это самые простейшие вещи, на которых уже начинается «Ой, болит, ой, не могу, ой, не хочу, не хочешь?» До свидания. Поэтому я не всех беру на проект реконструкции. Это мы рассмотрели только, так скажем, человека в возрасте, потому что подобные же ошибки, подобные же вещи совершают и другие люди, которые приходят на проект. То есть даже не важно, сколько им лет, сейчас это повсеместно распространено. Но вот с людьми в возрасте, так скажем, это вот наиболее часто распространенная болезнь такая, так скажем. Поэтому, понимаете, когда у вас ресурсов нет, то есть вы не можете, например, оплатить, чтобы вам курьер пришел, купил книжку по вегетарианству и принес вам ее на дом. Ну, не хотите выходить, но имеете возможность оплатить. Да ради бога, да пожалуйста, мне все равно, как вы ее добудете. Ну, то есть у вас у некоторых здоровья нет, сил нет, энергетики нет, всю прогуляли вы ее, ресурсов нет никаких, ни денежных, ни психических, и вы еще здесь приходите мне концерты и пытаетесь закатывать. Что и как вы будете делать и как вы тут будете себя, значит, выражать. Ребят, до свидания сразу. Пять минут вы на проекте пробудете и покинете его. Это, кстати, всех касается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова